Более пяти месяцев, а точнее 159 дней ровно столько пациент с коронавирусом провёл в отделении интенсивной терапии в Испании. На сегодняшний день это рекордный срок. После улучшения состояния 64-летнего Мунеля перевели в общую палату. Врачи и медсёстры выстроились в коридорах, чтобы поприветствовать его аплодисментами. В Эквадоре в связи со снижением новых случаев заражения коронавирусом открыли парки и тренажёрные залы. На территории спортивных объектов действует ряд ограничений. У посетителей измеряют температуру, просят носить медицинские маски и соблюдать дистанцию. Для посетителей зала установлены санитайзеры, чтобы мы могли продезинфицировать руки. Если у вас нет маски, то её вам также предоставят, чтобы можно было тренироваться, не нарушая правил. Почти полтора миллиона детей вернулись в школы в Ухане. В общей сложности здесь открылось 2842 учебных заведения. Школы и детские сады оставались закрытыми на протяжении семи месяцев. А в Болгарии десятки демонстрантов сожгли медицинские маски в знак протеста против их обязательного ношения в школах. На сегодняшний день в этой стране выявлено почти 16,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жизни 642 человек врачам спасти не удалось. Протесты проходят и в Берлине. Демонстранты выражают недовольство в связи с ужесточением ограничительных мер. За последние недели количество заражений в Германии резко возросло, что и привело к ужесточению карантина. По-прежнему наибольшее число заражений коронавирусной инфекцией наблюдается в США, Бразилии и Индии. Несмотря на это, президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отказываются от участия в международной программе COVAX по разработке вакцины от коронавируса, поскольку во главе данной инициативы стоит Всемирная организация здравоохранения.